в этом видео я расскажу про секретный способ который вам позволит восстановить свое здоровье и этот способ связан с правильным употреблением тепло горячей воды тот тренд который есть среди нутрициологов нутропатов докторов китайской медицины последние три-четыре года но на самом деле это очень древний рецепт который к нам пришел из глубины веков я подробно расскажу нюансы употребления тепло горячей воды про которой мало кто говорит поэтому обязательно досмотреть данное видео до конца чтобы в этой теме гораздо глубже разобраться меня зовут евгений козлов я практикующий фитотерапевт нутрициолог и доктор китайской медицины дело в том что употребление тепло горячей воды идет из глубины веков и это в первую очередь связано с юрведической традиции это так и называется аюрведический кипяток то есть если вы приедете практически в любую аюрведическую клинику то вам там постоянно будут давать тепло горячую воду для того чтобы а позже я расскажу для чего и точно так же если вы приедете в китай или пообщаетесь с доктором китайской медицины он тоже скорее всего вам эту воду назначат в китае эту воду употребляли испокон веков так для чего же нужно употреблять тепло горячую воду первое на что данная вода влияет это вода способствует оттоку желчи если у человека будет хорошо оттекать желчь то и будет очень хорошо выходить токсины потому что токсины выходят именно с желчью и большая часть пациентов которые ко мне обращаются на очные приемы когда я их диагностирую я вижу то что у многих сфинктер оди спазмирован вот из-за того что сфинктер оди желчь не может нормально оттекать в просвет двенадцатиперстной кишки и это просто приводит к тому что желчь застаивается густеет и токсины нормально не могут выйти из нашего организма то есть у человека начинается интоксикация организма и за счет того что вода тепло горячая она расслабляет сфинктеры способствует расслаблению желчного пузыря и желчь благополучно попадает в пространство тонкого кишечника эта вода также помогает в 1 восстановить и наладить перистальтику любому человеку то есть употребление тепло горячей воды как следствие улучшение желча тока налаживает полностью перистальтику человек начинает стабильно ходить по большому это тоже способствует введению всех токсинов и ядов из организма также сама температура данной воды согревает организм поскольку мы живем в холодных условиях то есть и в россии очень холодно и в китае в общем-то такой же климат люди специально пьют тепло горячую воду для того чтобы вот это тепло восполнять изне то есть вокруг нас постоянно очень много холода этот холод он как бы заходит внутри нашего организма а когда мы употребляем горячие продукты когда мы пьем тепло горячую воду мы вот этот холод выводим то есть можно говорить о том что данная вода способствует выведению холода из организма оттуда большая часть людей которые приходят с холода в тепло вода в теплых мужчин им хочется выпить чаю компенсаторно на то есть человек таких подробностей нюансов не знает но ему компенсаторно хочется выпить чего-то горяченького также данная вода с точки зрения юридической медицины улучшает огонь пищеварения что же это такое что тоже это за термин огонь пищеварения это термин который говорит о том что насколько хорошо у вас все переваривается в юридическом медицине считается что самое главное такое как бы самое главное место внутри человека это живот его органы пищеварения и чем лучше у человека все переваривается тем соответственно лучше усваивается и тем лучше работают внутренние органы поэтому употребление теплой горячей воды помогает абсолютно каждому человеку наладить вот это пищеварение на моем опыте на моем практике очень много людей со слабым пищеварением то есть у кого медленная перистальтика у кого все плохо переваривается у кого появляются дискомфортные ощущения в животе и постоянное вздутие живота так вот если у вас есть такие признаки вам обязательно нужно тепло горячую воду пить как ее правильно пить ее нужно выпивать не только утром два стакана тепло горячей воды но и приобрести хороший термос литровый рекомендую и с этим термосом ходить я в общем-то сам постоянно перемещаюсь термосом кто меня лично знает много раз наблюдал у меня обычно в рюкзаке с собой есть термос чтобы тепло горячую воду попить вот я также стараюсь пить на тренировке и когда нахожусь на работе очень важно данную привычку внедрить и вы уже через три-четыре дня начнете замечать очень позитивные эффекта у меня кстати был недавно интересный случай ко мне обратился пациент который около пяти лет был на ферментах принимал ферментные препараты потому что у него плохо усваивалась вся еда на ферментах препаратов у него все наладилось и он меня попросил как бы евгений можешь мне снять ферментных препаратов и сделать так чтобы я не был подвязан на лекарство я ему рассказал про тепло горячую воду а также порекомендовал пить перед каждым приемом пищи за 15 минут стакан тепло горячей воды поскольку вы уже знаете что тепло горячая вода отлично активизирует пищеварение до того пищеварения раскочегаривает он достал делать и у него вся еда даже самое тяжелое даже когда он переедал стало хорошо перевариваться то есть пищеварению у него наладилось тема пищеварения вообще очень важна и тема желудочно-кишечного тракта у меня специально есть для этого продукт который я выпустил для своих пациентов для своих слушателей который называется здоровье в твоем животе там я подробно рассказываю как восстановить работу кишечника работа печени желчного пузыря восстановить свою микрофлору и полностью поправить здоровье всего желудочно-кишечного тракта даже если он находится в очень плохом состоянии поэтому кто хочет позаниматься желудочно-кишечным трактом рекомендую он уже помог большому количеству моих пациентов и слушателей какие есть нюансы употребления тепло горячей воды если какие-то побочные эффекты часто спрашивают у меня пациент есть почему-то про них мало кто говорит дело в том что когда мы начинаем употреблять тепло горячую воду это способствует тому что желчи начинает очень сильно дренироваться а желчи выходят токсины и бывает такое что первую неделю человек просто из-за большого вот этого дренажа ему становится немножко плохо голова кружится появляется слабость затуманенность ощущение интоксикации так вот чтобы вот этого не было здесь я рекомендую употребление сорбентов сорбенты будут связывать вот эти все токсины и они не будут попадать опять в кровь соответственно не будет состояние интоксикации ну и соответственно увеличить количество жидкости в течение дня чтобы вот эти все токсины очень хорошо выходили из нашего тела какой термос я рекомендую для употребления тепло горячей воды здесь бы я мог бы порекомендовать термос со стеклянной колбой это было бы идеально то есть даже не металлическая со стеклянной колбой и чтобы крышечка вверху была не пластиковая этого будет достаточно и вообще кстати рекомендую стараться не пить воду из кулера не пить из пластиковых стаканчиков на постоянной основе почему потому что при нагревании пластик выделяет внутрь воды большое количество вредных веществ которые плохо сказывается на работе нашего организма поэтому я не рекомендую пить воду из кулеров лучше воду готовить себе дома заливать ее в термос и с ней уже ходить у меня это уже выработалась привычку и у моих пациентов выработалась привычку и у тех участников которые у меня проходят курсы разные смотрят мои вебинары лекции тоже взяли эту привычку за такое хорошее правило и уже получили первые результаты я тоже надеюсь вы внедрите это в свой такой как бы каждодневный рацион и получите крутейшие эффекты я кстати многими такими лайфхаками делюсь своем телеграм-канале рекомендую на него подписаться это мой такой личный блог где рассказывал как я лечу пациентов делюсь огромным количеством полезной информации сейчас кстати когда я записываю видео я рассказываю про грибы вот про пользу грибов про пользу фунготерапии это очень интересная тема поэтому подписывайтесь и почитайте обязательно что здесь я хотел с вами еще обсудить по тепло-горячей воде часто у меня спрашивают стоит ли туда что-то добавлять дополнительно да в общем то я считаю что одной тепло-горячей воды будет достаточно то есть туда не обязательно добавлять сок лимона или туда не обязательно добавлять яблочный уксус уже одна тепло-горячая вода будет очень хорошо работать какие у меня были интересные случаи когда я внедрял это пациентам у многих очищалась кожа многие пациенты мне рассказывали что у них улучшалось пищеварение ну я тому свидетелям у меня тоже очень сильно лучше с пищеварения от употребления тепло-горячей воды многие пациенты мне рассказывали то что улучшилась перистальтика это вообще чуть ли не самое главное чего употребляет тепло-горячую воду то есть человек который употребляет ее по утрам сразу бежит сразу по большому в туалет и у тех у кого скрипит скрипят и хрустят суставы это кстати многих многих беспокоит тоже эта вода им помогла почему потому что часто скрипят у человека суставы потому что плохо текает желчь именно желчь влияет на качество синвиальной жидкости я кстати про это рассказывал в своих видео про печень про желчный пузырь и обязательно вам рекомендую все это посмотреть потому что многие люди начинают пить глюкозамин хондроитин другие бады и добавки и не всегда это помогает а вот когда мы начинаем заниматься желчь оттоком когда мы начинаем разгонять свою желчь на это приводит к тому что суставы укрепляются в том числе связки становятся более эластичными но поскольку вы поняли взаимосвязь тепло-горячей воды и пищеварения у вас есть понимание как наладить все ваше пищеварение и в ответ знаете какой употреблять каждый день тепло-горячую воду друзья обязательно напишите в комментарии кто тепло-горячую воду употребляет какие у вас есть эффекты какие наблюдения мне очень интересно почитать но у нас на самом деле не только мне но и всем моим зрителям всем моим слушателям я благодарю вас за то что вы досмотрели данное видео до конца обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк пишите комментарии и если вам интересен мой контент то вы можете меня поблагодарить через сервис донатов которые называются бусте ссылочка будет внизу в описании под видео но мы с вами обязательно увидимся в следующих видео и у меня скоро будет хорошая новость я скоро открою свой онлайн магазин появится скоро мой бренд fitotab я думаю уже может быть 20 25 мая все заработает и здесь своих видео я тоже это подробно вам все расскажу и освещу всем хорошего дня или доброй ночи пока пока